Приветствую всех, вы смотрите канал Апрель, с вами Юлия Кулешова и в этом выпуске следствие вопиющей халатности на пляже Золотых Песков. Дело заведено по статье «Убийство по неосторожности». Про депутатов будет, чем кормили, поили на встрече с Адыром Джапаровым, к которому они вчера ездили, о чем говорили, про Бабанова будет, ну и еще о чем-нибудь расскажу, не переключайте. Начну с ужасного, реально, как в фильме ужасов. Вчера на пляже Золотых Песков трубу аквапарка засосала 18-летнего парня в трубу, которая забирает воду из озера. По словам очевидцев, друзья молодого человека пытались ему помочь, удержать за ноги, вытащить, но вот так. На место прибыли милиция, спасатели МЧС. Счет шел на минуты, если не секунды, но извлечь тело удалось только спустя часов шесть, если не больше. Перерезали ту самую трубу диаметром 50 сантиметров и извлекли тело. Сейчас, после всего, власти на местах говорят, что будет создана комиссия, начато досудебное производство, прокуратура проверит все обстоятельства дела и даст юридическую оценку. Проверят все аттракционы и, может быть, но это не точно, закроют их. Пока. Пока. А раньше? Где все эти проверки были раньше? А раньше не могли проверить, потому что мораторий действовал на проверки субъектов и принимательства. Был введен в декабре 2018-го постановлением правительства Мохаммед Калыя Балгазиева. Из-за запрета объекты не проверяются уже три года. В этом году его тоже продлили. Надеюсь, в следующем году отменят. Когда мы сами инициировали проверки, Минэкономики нам отказала. Сейчас комиссия в составе представителей МЧС, Управление архитектуры, Акима района и других лиц находятся на месте. Ну а без проверки нельзя было установить хотя бы сетку на трубе? Никак нет. И как бы вот мораторий действует всего три года, а сам аттракцион функционирует с года 2006-го. Что мешало все эти годы с 2006 по 2018, до того года, когда был виден этот мораторий на проверке? Что мешало проверить этот аттракцион? Почему для того, чтобы заставить от них шевелиться, обязательно нужна чья-то смерть? И не факт, что сильно что-то изменится. Ну покричать, сейчас секиры по головам помашут, втык дадут и до следующего подобного случая. Надеюсь, я ошибаюсь. Ну и такая деталь. Кактус Медиа выяснили, что аттракцион принадлежит семье Свата Соронбая Джейнбекова, бывшего президента, экс-президента. Он улетел, но он обещал вернуться. Милый, милый. Никто никому ничего не обещал. Просто, как пишут в социальных сетях, Бабанову надоело покидать политику, и он решил покинуть Кыргызстан. Ну или из-за него решили. ККНБ разрешило Первомайский суд отпустил. Причина – неизвестная болезнь, которую надо лечить непременно за границей. Но больше вот просто вот нигде неизвестная, потому что ККНБ ее не называет. При рассмотрении вопроса о продлении срока содержания подстражей в отношении Бабанова были получены медицинские документы, свидетельствующие об ухудшении состояния здоровья последнего и наличии заболеваний, требующих лечения в медицинских учреждениях за пределами страны. Омербек Бабанов освобожден из-под стражи в целях обеспечения ему возможности получения за границей квалифицированной медицинской помощи. Тут прям просится, а че так можно было? Или это персональная акция гуманности и только за определенные бумажки, документы медицинские? А у других таких бумажек документов медицинских нет, или на них не распространяется, ну потому что там болезнь другая, какая-то вот не такая, а какая нужна, неизвестно. Но очень интересно, конечно. Но зато вот ГКНБ нашел причину энергокризиса в Кыргызстане. Ваше предположение? Нет, это не продажа воды. Майнинг-фермы. Вот корень зла, поверьте, ГКНБ. Это те, которые криптовалюту добывают. Майнинг-фермы потребляют большой объем электроэнергии. С увеличением майнинг-ферм, соответственно, потребление электроэнергии за счет майнинга возросло, что стало одной из причин, которая привела к энергетическому кризису в стране. Майнинг-ферма с устройством в 10 тысяч штук потребляет в среднем 408 тысяч киловатт электроэнергии в сутки, что равняется к потреблению электроэнергии одного района с населением 40 тысяч человек. Поэтому, говорят в Госкомитете национальной безопасности, пока разрешения на майнинг выдаваться не будут. Но если майнер решит майнить за счет солнечной энергии там или какого-то другого альтернативного источника энергии, не подключаясь к электросетям, то ок. Погрузили вчера и повезли снова, уже во второй раз. В прошлый раз ездили, когда заортачились, не хотели принимать законопроект о выборах президента и депутатов, инициированный самим Садыром Джапаровым. Ну и на следующий день приняли в первом чтении 99 за против 7. Теперь предстоит еще два чтения этого законопроекта. Ну и в этот раз повезли на неформальную встречу. Официальная версия – покормили там, попоили, все дела. На столах были мясные деликатесы, несколько видов салата – борсок. На первое подали вегетарианский суп, на второе – рыбу на пару с овощами. Ужин завершился бешпармаком. Проигнорировали, не поехали на чай и пай от Садыра Джапарова следующие депутаты. Это Достан Бекешев, Раскельди Мамбеков, Наталья Никитенко, Джинар Акаев и Абдул-Ахаб Нурбаев. Всего пять депутатов. И Джинар Акаев назвал этот прием государственной коррупцией. Завтра депутаты собираются принимать закон президента о выборах, а сегодня вместе ужинают. Как это понимать? Я встречался вчера с главой государства и сказал, что не приду на прием. На мероприятие, как оказалось, приглашали артистов, резали лошадь. За чей счет банкет? Это очень сушительный вопрос. Ну, может, не с госбюджета? Может, пенсионеры какие подкинули? Ну, те самые, которые на предвыборку скинулись. Администрация Садыра Джапарова хранит молчание. А Джинар Акаев говорит, что никогда такого не было, чтобы депутатов к президенту возили и кормили. Только вот к Тамбаеву на день рождения ездили. А некоторые другие его коллеги говорят, что все нормально. Это был, цитирую, традиционный прием, который глава государства традиционно устраивает при завершении срока полномочий созыва парламента в знак благодарности за проделанную работу. А за что их благодарить? За то, что все правильно сделали? Приняли то, что надо было принять? А с какого вообще президент должен прикармливать депутатов, а депутаты ездить на поклон к президенту? Это же вроде как две разные ветви власти, которые должны быть, ну, независимыми в принятии решений друг о друга. Или нет? Ну, опять же, полномочия эти депутаты еще не сложили. Законопроекты продолжают принимать пачками и едва ли не в последний момент, как, например, законопроект о режиме чрезвычайной ситуации в экономике. Его принесли прямо на комитет и сказали, надо принять в трех чтениях. Теперь может кабинет министров само, ну, допустим, все долго брать акции у каких-либо компаний и реализовывать их. Ну, я что-то не знаю, для чего это нужно. Примерно я понимаю, каких компаний это касается, но все-таки, все-таки есть очень большие риски в этом, потому что ни парламент не увидит, что приватизируется и по какой цене, и тем более не узнает, какие акции компании приобретаются за счет государственного бюджета. То есть есть какие-то моменты, которые абсолютно никак не относятся к чрезвычайной ситуации. Это просто делается для того, чтобы расширить полномочия кабинета министров. А кто у нас главный по кабинету министров? Нет, не председатель. Глава исполнительной власти, так-то Садыр Джапаров. И вот если этот законопроект примут, а все к этому и идет с таким-то лоббированием, то кабинет министров сам без согласования с парламентом, даже без уведомления парламента, сможет менять ставки. Засыпаете вот вы в стране с НДС в 12%, а просыпаетесь и уже НДС все 20%. И Кабмин, не спрашивая никого, тратит деньги из госбюджета и из нашего с вами бюджета. А критерии для введения режима ЧАЭС в экономике такие. Отток инвестиций, рост цен, ну и все то, что мы и так уже наблюдаем сейчас, говорит Дастан Бекешев. Ну и Акулбека Джапарова, который Минфин и который вчера и принес этот законопроект, свое мнение. Хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо, я это знаю, знаю. Это дает нам большую свободу и возможность более быстрого регулирования экономики. Не дожидаясь того, что люди будут выходить на улицу, мы сможем превентивные меры применить. Сегодня вот сейчас, мы сейчас обратно пойдем в бюджетный комитет Казар-Барайндова там. Мы, когда финансируем ежедневно более 600 миллионов сомов, если взять все 365 дней, если субботу, воскресенье, праздничный день убрать, мы почти 800-900 миллионов сомов ежегодно расходуем. Мы вынуждены приходить за 200 тысяч разрешением бюджетный комитет. За 10 миллионов сомов, за 2 миллионами сомов. Мы предлагаем, что в особых случаях мы могли до 10% доходов и расходной части бюджета принимать решение с последующим внесением изменений и дополнений в бюджет. О, не дорассказала же, зачем депутатов к Садыру Джапарову возили. Точнее, рассказала, но только официальную версию. А в кулуарах шептали, что повезли, чтобы на реинкарнацию законопроект Кулешат Асылбаевой уговорить. Фейк это зло, это ложь! Да, там, где про цензуру в интернете. Но если и будут вносить, то не ранее, чем в январе следующего года. По нормам так положено. То есть это уже другие депутаты должны быть. По идее. Посмотрим, как на практике. Поскольку законопроект не был поддержан большинством голосов от общего числа депутатов, закон считается отклоненным. Для повторного рассмотрения проекта закона должно пройти как минимум 6 месяцев со дня принятия решения об отклонении. В противном случае будут нарушены нормы закона Крыгойской республики о регламенте Дюгур-Кукинеша Крыгойской республики. Какого нарушения регламента нет? Регламент позволяет поставить на переголосование. Тем более просьба депутатов была. Письменное обращение к Турага были. Некоторые по 500 фейков открывают и разрушают семьи. Их маленькие дети не могут идти по улице, подняв голову. Поэтому не надо выставлять себя умными и говорить о нарушении закона. Ну и чай паешь, целая лошадь от Садыра Джапарова себя окупили. Получается, депутат Дюгур-Кукинеша проголосовали за повторное рассмотрение законопроекта осылбаевая цензури в интернете. И только 6 против. В числе тех законопроектов, которые выносятся и принимаются оптом, законопроект о введении государственной монополии на производство, оборот и реализацию алкоголя. И табач на продукции кабинет министров сегодня вынес на рассмотрение в парламент. Широкого общественного обсуждения у этого законопроекта не было. И на сайте Джигур-Кукинеша не ознакомится. Раздел с законопроектами выдает ошибку. А в эту пятницу уже завершается внеочередная сессия парламента. И кто знает, что успеют депутаты напринимать за это время. А Садыр Джапаров их уже поблагодарил. Ну и позитив. Правда, позитив. В природном парке Каначо ученые впервые обнаружили снежных барсов. Парк молодой, ему всего 6 лет. Он был образован для охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения животных растений. И такая красота Япония сделала кимоно для каждой страны участницы Олимпийских игр. Комплекты включают в себя элементы национальных историй и культур. Над кимоно трудились ведущие японские дизайнеры. Их получили 206 стран. Вот так выглядит полотно нашей страны. Тут и цветущие горные луга, и заснеженные вершины Тяньшаня, синее небо с облаками, чистые ручьи и красный тундук с флага. И сегодня на Олимпиаду в Токио вылетела сборная Кыргызстана по женской борьбе. Айсулуты Небекова, Мэрим Джуманазарова и Медед Кызы Айпери. Соревнования по женской борьбе начнутся 1 августа, то есть уже в это воскресенье. Болеем за наших. На этом у меня, пожалуй, все, о чем не успела рассказать. Читайте в нашем телеграм-канале Апрель ТВ. Все новости там. Ну и всем добра. Пока.